Уважаемые студенты 4 курса, мы продолжаем изучение дисциплины новейшей истории стран Запада. Сегодня мы начнем изучение темы Советский Союз в период после Второй Мировой войны и, кстати, уже постсоветская Россия. Итак, тема 13 лекции СССР в 45-м и 64-м годах. Я надеюсь, что сегодня мы успеем разобрать три вопроса. Итоги Второй Мировой войны для СССР, Советский Союз эпоху позднего сталинизма в 45-м и 53-м годах и СССР в 53-м и 64-м годах. Это еще до Брежнева, утепель и волюнтаризм. Сразу обращаюсь к писку рекомендуемой литературы. Первые 7 пунктов это учебники и учебные пособия по новейшей истории стран Запада, где есть материалы по Советскому Союзу. Дальше вот зарубежный автор, итальянский специалист, написал историю Советского Союза в двух томах. Николай Верн написал историю Советского Союза, замечательный труд. Джеффри Хоскинг, история Советского Союза. Российский исследователь Мучаев-Устинов, история России. Очень хороший, качественный учебник «Наше Отечество», опыт политической истории в двух томах, тома второй. Это новый взгляд на российскую, советскую историю. И замечательная хрестоматия «Россия», которую мы не знали. И вот наш период, который мы сейчас изучаем, в 1939-1993 годы. Издание «Челябинск-1995 год». Подавляющее большинство из этих учебников, хрестоматий, монографий есть в нашей университетской библиотеке. К вопросам для закрепления мы обратимся позднее, в конце лекции. А сейчас откроем хроновую таблицу и посмотрим, что у нас произошло после окончания Второй мировой войны. Ну и несколько слов об итогах Второй мировой войны. Нет времени рассказывать, сколько было разрушено городов и поселков, фабрик, заводов. Понятно, что огромный урон понесла инфраструктура. Очень много было утрачено материальных ценностей. Но я обращу внимание на один аспект. Это на людские безвозвратные потери. То есть вопрос, сколько погибло советских людей во Второй мировой войне. Этот вопрос стал предметом манипуляций, политических спекуляций. Началось все со Сталина, который после Второй мировой войны, собираясь давать интервью британскому изданию, фрагмент этого интервью есть в этой хрестоматии, о которой только что я вам говорил. Так вот, собираясь давать это интервью, он понимал, что будут вопросы, связанные с людскими потерями, и спросил, сколько мы потеряли в войне людей. Ему сказали, что очень трудно посчитать, но больше 10 миллионов. Он спросил, сколько Германия потеряла. Ему сказали, ну, что-то порядка 8 миллионов. Наша цифра должна быть меньше, сказал Сталин. И в интервью спокойно сказал, что советский народ потерял 7 миллионов человек. Это, конечно, было совершенно неправда. Но Сталина в данном случае объективная истина не интересовала. Он взял цифру с потолка, так сказать, да. И впоследствии она, естественно, пересматривалась. И весь, так сказать, поздний советский период, вплоть до 90-х годов, считалось, что 20 миллионов погибло советских людей. Эта цифра была в учебниках школьных, вузовских. И только к 50-летию Победы, к 95-му году, Ельцин потребовал установить точное количество. Подняли данные военкоматов, переписи, там, многие другие документы. И назвали ту цифру, которую Запад давно уже называл. Что Советский Союз потерял где-то от 27 до 28 миллионов человек во Второй мировой войне. Самые крупные потери. Никто больше не потерял, чем Советский Союз. А теперь к послевоенной советской истории. В 46-м году начинается такое явление, как Ждановщина. Это, видите, результат постановления ЦК КПСС по журналам «Ленинград и звезда». Один журнал был закрыт, другой получил строгий выговор за публикацию произведений, которые сочли антисоветскими. Это произведение сатирика Зощенко, поэтессы Цветаева Ахматовой. Началась большая очистка в сфере культуры. Запрещались фильмы, запрещалась музыка, которую считали антинародной, антисоветской. Запрещалась постановка западных пьезах, западных авторов в советских театрах. Вот эта Ждановщина в науке называлась Лусенковщиной. Там был такой народный академик Лусенко, аграрий, агроном, который устроил травлю генетики. Погиб ведущий генетик страны Вавилов, многие другие известные ученые пострадали. Это фактически такой идеологический нажим, связанный с цензурой всего, что оказалось режиму не совсем советским. Каким-то западным, чуждым. Все это сопровождалось борьбой с космополитизмом, борьбой с низкопоклонством перед Западом. Запрещались браки советских граждан с иностранцами. За побег на Запад смертная казнь членов семьи под арест за недонесение. В общем, очень жесткие идеологические меры. Еще важный момент, это образование государства Израиля. Когда в Советский Союз прибыла первая посола Израиля, Голдемейр. Ее встречали радостно десятки, сотни тысяч советских евреев. И Сталин вдруг понял, что у него в стране есть такая пятая колонна. Началось преследование евреев и готовилась общая депортация евреев. Было раздутое, так называемое, дело врачей. Но не успели все это осуществить. Сталин скончался буквально за несколько недель до начала планируемой общей депортации евреев на Дальний Восток. В 1947 году в стране была проведена денежная реформа. Было решено провести деноминацию нашей валюты советской. Убирали лишний ноль. Меняли по курсу 10 рублей на один новый. Целью было заменить денежную систему. Заодно выяснить, кто разбогател за годы войны. И в ходе этой денежной реформы лучше всего было тем, кто хранил деньги в сберкассах. И меняли по курсу один к одному. Наличные меняли по другому курсу, менее выгодному. А примерно треть или четверть денежной массы не было предъявлено к обмену. Потому что люди боялись заявить о своих накоплениях. Тогда к ним бы подникли вопросы, как ты разбогател в годы войны. И люди помнили еще расплачивания конца 20-30-х годов. И просто не показали, что у них есть деньги. В 1952 году в октябре, как вы видите, произошло переименование ВКПБ. В КПСССР это произошло на 19-м съезде партии. Очень долго не было партийных съездов. Из-за войны во многом и из-за того, что Сталин не нуждался в какой-либо официальной поддержке партийной. Здесь, на этом съезде, Сталин разыграл спектакль «Ухода в отставку». Заодно проверил своих сторонников. Но все возразили против. Но, тем не менее, Сталин был уже очень стар, болен и 5 марта, по официальным данным, скончался. Коффин, точнее, 9 марта, в ходе похорон, плохо организованных, были задавлены десятки, сотни людей. И после смерти Сталина началась борьба за власть. И в июне был арестован Лаврентий Берия, который очень хотел прийти к власти. И в декабре 53-го года он был острелян вместе с сообщниками. В ходе этой операции особо проявил себя маршал Жуков и Никита Хрущев, который со временем смог переиграть во внутрепартийной борьбе своих оппонентов. В первую очередь, Маленкова, Булганина. И затем Хрущев выступил с инициативой освоения Целины. Все в Казахстане знают эту историю. В марте вместо НКВД, МГБ и прочего был создан Комитет Государственной Безопасности. А уже пришедший к власти Хрущев в 1956 году на 20-м съезде КПСС в ночь на 25 февраля Хрущев выступил с закрытым докладом о культе личности Сталина, где все преступления жертв списал на вспыльчивый характер Сталина. То есть не на недостатки системы, а именно на отдельные свойства характера одного конкретного человека. И по результатам было принято построение определения культа личности и его последствий. И Сталина вынесли из мавзолея, где он лежал рядом с Лениным, и перезахоронили в Кремлевской стене. В 1956 году, мы уже говорили, был вот советский хвост Будапешт, было подавлено сельское восстание здесь. А дальше начинается период, известный как волонтаризм Хрущева. То есть Хрущев стал проводить очень активную внутреннюю и внешнюю политику. Во внутренней политике он решил создать совнархозы, Советы по народному хозяйству. То есть внутри каждой области создавался совнархоз промышленный и сельскохозяйственный. Вот это была очень неумная инициатива, которая привела к очень серьезным проблемам в планировании промышленности сельского хозяйства. И, кроме того, Хрущеву очень нравилось гостить за рубежом. Его там принимали как главу государства, ему это очень льстило. И он больше половины времени проводил в зарубежных поездках. Во время одной из таких поездок была попытка смещения Хрущева членами президиума ЦК. Возглавили переворот, попытку неудавшего переворота Маленкова, Кагановича и Молотова. Но, правда, они упустили тот момент, что должен был Центральный комитет принимать это решение. И члены ЦК были сведены со всей страной военными самолетами. Огромную помощь Хрущеву опять же оказал тогда министр обороны маршал Жуков. И удалось Хрущеву опять переиграть своих оппонентов. Наоборот, так сказать, Маренков и Каганович Молотов были сняты с всех постов и Хрущев удержался у власти. В 1957 году еще Советский Союз Первым запустил искусственный спутник Земли. А затем Хрущев отплатил черной неблагодарностью Жукова, который дважды фактически очень серьезно ему помог. Он обвинил его в бонапартизме, в амбициях нехороших, в настраивании армии против советского руководства. И Жуков был увиден с членом ЦК и отправлен подальше от Москвы командовать одним из военных округов. А затем Хрущев становится во главе Верховного Совета, что означало возврат к сталинской политике и совмещение постов главы государственной партии. Интересный факт. В 1958 году в ноябре Борис Пастернак, выдавившийся советский писатель, отказался от подавления власти от Нобелевской премии по литературе, присужденным запубликованным на Западе романом доктора Жукова. В Советском Союзе его не издали, его вывезли дипломатические сотрудники зарубежные на Запад и там опубликовали. А вот от Нобелевской премии пришлось отказаться. На внеочередном съезде в 21-м КПСС был принят 7-летний план развития народного хозяйства. Это уже волонтаризм Хрущева, в 5 лет он решил отказаться и перейти к 7-летним планам. В сентябре 1959-го события в Тимиртау его хорошо изучают по истории Казахстана. Начинается такое движение, как сам из ДАТ, это подпольные издания такой антисоветской литературы, Синтаксис, затем другие подобные были журналы и диссиденты. Арестовывали по политическим статьям. В 51-м году в СССР состоялся первый полет человека в космос. В октябре на 22-м съезде КПСС была принята новая программа КПСС. Вот Сталин был пересхоронен, как я уже говорил, в Кременской стене. В 52-м году в Кремене пришли события на Черкасске, о которых очень много известно. Сейчас сняты фильмы, сериалы. Там рабочие выступили за снижение цен, за повышение расценок. Началась стрельба, подавление этого рабочего, такого бунта. И это привело к жертвам и очень сильно напугало советские власти. После этого подобных событий, таких крупных, по крайней мере, не было. В октябре 62-го года состоялся очень крупный такой кризис, карибский или кубинский, связанный с размещением советских язерных ракет на Кубе. Это операция «Анадырь». Она привела к тому, что на Западе узнали об этой операции. И это вызвало серьезный кризис. В этот момент Советский Союз был ближе всего к Третьей мировой войне. Была серьезная компортация с США. Но удалось все-таки дипломатически решить вопрос президентом США Булкеннеди в этот период. Вообще, я постараюсь об этом кризисе больше рассказать с американской стороны на последние 15 лекции США после Второй мировой войны. И, наконец, вот этот волюнтаризм Хрущева во внутренней и внешней политике привел к тому, что в 64-м году сложился заговор еще один очередной против Хрущева. В этот момент он находился в отпуске на юге. И вот на этот раз учли ошибки предыдущего невдачного переворота. Вовремя организовали пленум ЦК. Все продумали, и Хрущев был смещен под предлогом того, что он болен, а что он больше не может управлять стороной. И во главе партии страны поставили очень такого дипломатичного, компромиссного человека, Леонида Брежнева. Все думали, что это переходная фигура, но он задержался у власти на целых 18 лет. Вот помимо волюнтаризма Хрущева, которым были недовольны все, и вот этой активной внешней политики, там масса была других событий, которые не вошли в эту хроническую таблицу. Когда был сбит летчик Пауэрс над Уралом в 61-м году, был еще берлинский кризис, связанный с построением стены между Западным и Восточным Берлином. В общем, очень много было разного рода событий. И еще был такой краткий период, некий такой оттепель в культуре, когда после решения 20-го съезда об осуждении сталинизма была противнина попытка реабилитировать политзаключенных. Некоторых деятелей культуры стали печатать ранее запрещенных переписателей. Это был очень краткий такой период. А мы возвращаемся к вопросам для закрепления. Вот ознакомьтесь с ними. Вот эти пять вопросов. От потерь до терминов. И вот характеристики внешней андурсной политики Хрущева и его отстранения в ходе переворота 1964-го.